Добрый день! Сейчас такая ситуация, когда нам нужно провести множество операций по зачистке пришельцев. Тут вот у нас тарелочки лежат, целых три штуки сбитые на очень урожайном нашем дне предыдущем, ну или даже текущем, неважном. А также пришельцы успели высадиться десантом в двух зданиях. Это вот в этом здании и вот в этом здании. Первое принадлежит санктуаре, квартира люкс, они все время пытаются заселиться где-нибудь в более такое шикарное, роскошное место. То иногда бывает партию в трущобы выкидывают куда-нибудь. Это, видимо, в зависимости от того, кого они привозят к нам в наши измерения. Ну и также в торговом центре Нитривент десант с шопинг-задачами здесь высадился при шопе с разными классными вещичками и потом, видимо, убраться куда-то в своясь и в свое измерение. Привет, косарх! Привет, авторитет! Че, почем, спрашивает он? Все и дорого. В этом торговом центре все очень-очень дорого. Потому что это же серьезный торговый центр Нитривенда. Элитный. А нам придется там выпиливать этих элитных пришельцев оттуда. И для этого нам нужно посмотреть, кто у нас есть, кто готов из нашей команды сейчас сражаться. Вот, Волос, Мэткор, Косарх, Дев, Вайп, Тижефлет, Малоко, Ресептор полностью здоровый и готовый отправиться в бой. Видим, присоединится Хамазулен. И в девятером, я думаю, мы отправимся. Наши сапожника, Литца и Штормдэйлели я не хочу брать с собой, они немножко потрепанные. Кто их знает, возьмет, например, щиты, собьет и все закончится плачевно. Девятерых со щитами, в принципе, должно быть более-менее достаточно. Тем более, как вы заметили на предыдущих стримах, если вы, конечно, их помните. Там у нас бывали такие случаи, когда выпиливал весь отряд, оставались двое. И вот эти двое, когда ими управляешь, внимательно следишь за каждым, то они тащат лучше, чем кто бы то ни было. Дайс. А я еще жив, говорит Вайп. Ты можешь видеть себя здесь. Ты пока что еще жив. Вот. Неизвестно, что произойдет сегодня, но на данный момент, да, ты жив. Привет, Хардстайл. Говорит, ну ты меня так и не взял в свои бравые ряды. Все еще возможно, потому что хоть и появились персональные щиты, возможно, кто-нибудь еще умрет. Кстати говоря, насчет кто-нибудь умрет, нам бы нанять новых солдат. А новых солдат у нас нет, только вот такой вот робот Клаус Ульбрих. Нам он не интересен совершенно. Оставим его здесь в покое. Инженеров тоже нету. Ладно, есть, кстати, еще одна проблема, просто огромная проблема, вы ее не видели, но я вам сейчас я покажу. Организации, которые нас ненавидят. Диабло. Диабло это, с одной стороны, плохо, потому что они находятся рядом с нами, это криминальный какой-то синдикат. Они, в принципе, готовы за все это скромные 17462 бакса стать с нами недружелюбными вместо враждебных. Трансселлар, который я с нами враждует уже постоянно, бесперерывно, требует целых 67 тысяч. Ну, у нас есть возможность заплатить хотя бы им сейчас. Но когда мы переходим к Юбервебу, здесь беда. 87 тысяч баксов. Откуда я должен брать такие деньги? Объясните мне. Это что-то совершенно запредельное. Также нельзя, им придется давать взятки и тем, и тем. Я помню, мы кого-то из них атаковали, пролетал какой-то лайнер у них, и мы его атаковали здорово, вот именно из-за этого такие дикие суммы. Один лишь шальной выстрел, и все, отношения становятся совсем страшно тяжелыми и непоправимыми. Супердинамикс тоже к нам враждебно, 27 тысяч. Супердинамикс, если будет к нам враждебно, мы движки не сможем закупать и топливо, а это очень фигово, скажу я вам. Вынеси их, предлагает Мимими. Нет уж, выносить их это слишком серьезно, потому что тогда нельзя будет покупать у них все равно. Что это за странные сообщения на Твиче? Они очень близки к бану, но ладно, пока что посмотрим, что будет дальше. Так, возьмем, наверное, теперь вот этот вот наш корабль, Пикарда, и отправим соп. Перед тем, как отправлять, нужно обязательно посмотреть, все ли здесь у нас вооружены как надо. Есть у нас токсиганы, есть у нас персональные щиты. Токсиганы, персональные щиты, можно немножко гранаток даже кинуть. Гранатки не особо нужны, но пусть будут. Не хватает здесь немножко патронов, их тоже возьмем. Дев, Вайп, Тижефлет, Малок и Ресептор. Ресептор последней гранатки получает в свое распоряжение. И на этом все. На этом мы можем брать наших бойцов, отправляться на вылет. Отправимся, наверное, зачищать вот эту вот тарелочку. Даже не знаю, что это за тарелочка, давайте посмотрим. Переключимся в такой режим. А, это Ассулт Шипль, как он там называется, и не Ассулт, а... В общем, банально корабль поддержки, который занимается тем, что сопровождает, экскортирует транспорт и пришельцев, и делает пыщи-пыщи постоянно нас. Весь город в рабство. Ну, тоже вариант, конечно, но, к сожалению, это не предусмотрено игрой. Если бы можно было бы их в рабство взять. Эх, это было бы круто. Вали Диаблу. Да, отправимся на босса Диаблу. Будем фармить шмот из них. Кстати, тему. Привет, снегами. Что же мы будем делать с тарелкой в реал-тайме? Конечно же, в реал-тайме, потому что это пришельцы. С пришельцами мы сражаться будем в реал-тайме. Вот такого вот распределения, я думаю, будет достаточно. Три по три. Где мы находимся? А мы находимся прямо у входа, между прочим. Первая команда. Вторая команда уже снизу. О, и третья с другой стороны. Как правильно-то они расположились. Это замечательно. Значит, нам никуда не нужно бежать. Мы можем сейчас, во-первых, что сделать? Прилечиться на точную стрельбу. Агрессивный режим. И бег. Вот такое вот небольшое шаманство. Сделаем танцы. С пупным или с чем они там танцуют? С токсиганом танцы. И начинаем расставлять их все по бокам. Ставим так. Так. И так. Этих. Вторую команду. Вторую команду, наверное, поднимем куда-нибудь сюда. А сначала третью поставим. Третью выставим. Тоже сбоку. Так. Так. И так. А там вторая команда. С какого боку ее поставить? С этого или с этого? Наверное, все же с этого. Мне больше нравится вот этот фланг. И поставим их как-нибудь пока так. Пусть бегут. Походу разберемся. Тихонечку они поднимаются. Давайте, давайте, давайте. Шевелите своими копытами. Надо, конечно, для этого ускориться немножко. Берем теперь их. Ставим как-то сзади вот этих. И последнего здесь. Теперь приседания. Совсем забыл по приседаниям. Регулярно нужно приседать. Это очень полезно. Разворачиваем сюда на вход. Так. Так. Вторая команда. Как раз, собственно, подставилась под какой-то бумероид определенным. Первая присела. Вторая не присела. Наверное, вторую команду немножко нужно как-то все-таки в сторону отставить. Потому что мало ли что произойдет. Полетели какие-нибудь гранаты, бумероиды, вихревые мины. И мы их поэтому поставим вот так. Почему последнего ставим? Нет, вот так вот ставим последнего. Ихш. Оббегает, оббегает. Даже вот так вот, наверное, можно. Теперь самое главное. Нам нужно привлечь внимание пришельцев. Потому что пришельцы нас не замечают. Ну, естественно, для этого нужно сохраниться. Потому что это самая важная деталь. То, чтобы привлечь внимание пришельцев. После сохранения они должны обязательно попереть. Ладно, шучу. Ничего они никому не должны. Берем кого-нибудь из нашей команды. Например, волоса. Волос берет в руки гранату. И с криками. Лави пришельцы к гранату. Кидает ее вперед. Давайте ждем этого. Поставили на таймер. Спускаем обзор вниз. И куда-нибудь сюда. Давай хоть куда-нибудь. Ну, ты можешь же, я знаю. Ну, эх, волос, волос. Ничего не может. Не способен совершенно. Давайте сейчас сначала поможем. Пусть оббежит. Так. Так, теперь отсюда должен быть все-таки какой-то обзор сюда. Ну, ну, хоть так. И то неплохо. Кидает. Возвращайся. Ну, тут взрыв должен быть вполне достаточно для того, чтобы привлечь внимание пришельцев. Ставим на побыстрее. Ждем. Сейчас попрут. Тарелка сверху. Что тарелка сверху? Тарелка. Вот выход из тарелки. Накорми пришельцев токсинами. Обязательно. Мы уже ждем, когда они выйдут кормиться. Давайте же. Кого же взять? Хамазулена? Нет, волосы еще раз возьмем. Волосы у нас новичок. А новички должны лезть вперед в пекло. Так, первый уровень. Еще одну гранату лови. В руку бери точнее. Зачем ловить? Ловить гранаты рано. Опа! Кого мы видим? Поппер! Поппер Спаниель бежит к нам на всех парах. Вали отсюда! Вали! Так, 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 так. Спиной к Поппер Спаниелю поворачивается наш волос. И со всех ног драпает. Ему вроде это как удается. Это хорошо, правда ведь? Такой напряженный момент. Все задоели дыхание, ждут, что же произойдет, когда вырвется Поппер наконец отсюда. А он берет и не убежит отсюда. Вообще никак не хочет появляться. Кидаем еще одну гранату. Надеюсь, хоть это расшевелит его совершенно бездушную задницу. Ну, задницу Поппера, конечно же. И возвращаемся на место, потому что там опасно. Попперы говорят. Привет, Маткор. Говорит, о, мой бог, я опоздал. Я думал, будет вечером. Давно начал. Меня слил. Хоть тут похвастаюсь. Я 105 от груди пожал. Молодец. Мы только начали. Так что подошел прямо самое время, когда нужно было подходить. Ничего-то не пропустил. Разворачиваемся. И брейнсакер мертв. Следующий. Как его тут со всех сторон расстреливать начали. Ладно, брейнсакера хотя бы убили. И тоже нормально. Хоть кто-то. Кто-то выходит. И это спитер. Спитер не сильно опасно. Особенно с учетом того, что у нас есть щиты. Сейчас его быстренько обработают. Давайте, давайте. Я верю в вас. Мои меткие друзья. Сейчас как-то поближе нужно было расположиться однозначно. Что стреляют? Они в него стреляют. И сейчас, по-моему, все патроны переведут. А, да, уже одна обойма-то ушла. Что, противник убит? Окей. Окей. Тишина. Появляется андропод. Андропод явно хочет что-то сделать опасное. Например, бросить какую-нибудь там гранату, бомбирует в игровую мину. Да не, он просто косой. И мертвый. Объект под обстрелом? Волос? Волос? Ты под обстрелом? Ну, раз так, давай вперед. Будешь смотреть, кто там нахуй. Нет, не надо никуда бежать. Возвращаемся. Смена плана. Упс. Попали по волосу. Что ж ты творишь-то? Стреляй, зараза. Чего с нами нету в чате волоса? Вот так вот бывает постоянно. Берешь человека, называешь его именем персонажа, а потом его в чате нету. Привет, шутник. Привет, зорк. Привет, дзиту. Привет, дозер, говорит. Зорк, да будет твой отряд храбрый, силен. Ага, сейчас будут. All random all meet попрут. Вторая группа вообще не видит никого, по-моему, говорит сапожник. Вторая группа никого не видит. Да не видят. Вот они тут как-то стоят так. Очень даже ничего. Давайте их поближе поставим, чтобы они видели лучше. Эта группа тоже может куда-то поближе перейти, наверное. Есть. Опять обстреливает волоса. Что же вы творите-то? У него, кстати, щиты регениться вроде потихонечку-то. Есть, трех атероподов убили. Тут скелетоиды обязательно будут, я уверен в этом. Ну что, ни одна тарелка не обходится без скелетоидов. Маткор, ты под обстрелом, поздравляю. Наконец-то экшен хоть какой-то вокруг тебя начался. О, волос, привет. А я тут только что тебя вспоминал. Привет, Алекс. Говорит, я уже испугался, что что-то случилось, стрима долго не было. Да занят, я занят, что-то не до стримов совершенно. То приходится в доту по вечерам играть с Маткором, то с танки с снегами, то еще какая-нибудь потва происходит. Времени совершенно не хватает. Ладно, шучу я, конечно, на самом деле дела по работе в основном. И вечером приходишь, например, совершенно нет никакого желания ни стримить, ни сил. Аскелетоиды так и не споймал живого. Нет, Алекс, пока что не поймал. Что-то я с этим затягиваю очень серьезно. Так, кто же откуда в нас стреляет? Волос, наверное, пойдет опять разведывать это. Его задача, каждый раз, когда он пытается пойти на разведку, он сразу же видит двоих. Давайте, давайте, давайте. О, интерпеланчер! Интропеланчер волоса. И он не попадает, это промах, это вообще просто, это пять. Вы видели, как классно сейчас полетел выстрел из интерпеланчера? Это самонаводящаяся фигня, которая разъедает броню и вообще очень такая кислотная, опасная. Лучше бы в нее не вставать оперативникам. Персональные щиты очень сильно контрят ее. То, что удар приходится в щиты, и щиты, естественно, разъесть эта фигня не может, так что сразу дела становятся гораздо более веселы. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Это у нас кто такой? Ну-ка быстренько переключимся. Потому что здесь определенно сейчас вылупится какой-то мозгосос. Вылупился. Так. Волос, давай развернись. И пристрели этого мозгососа. Давайте же стрелять! Вы что творите? Есть! Спасли просто. Модкор, это тебя пытались мозгососа только что съесть. А вы помните, я на предыдущих стримах обещал Модкору, что обязательно скормлю его мозгососу? Вот почти в двух шагах было. Еле пронесло, а? Так эпичненько было бы сейчас просто. Только попал в отряд, только там, ну, вторая какая-то миссия у тебя, да? И хоп! Мозгосос, привет! Мозгососы, они такие внезапные. Появляются. И как фейсхайкеры из чужих. Обнимают тебя нежно-нежно. Любя. Вайб говорит. Дайс, а ты выложишь прошлый Dungeon Crawl на YouTube? Интересно было бы посмотреть хоть в записи. Слушай, я еще забыл его выложить. Ну, да, видимо, я немножко совсем этим протормозил, а потом и вовсе забыл. Бывает такое. И Мозгосос говорит, тебя даже мозгосос жрать не хочет в Модкору. Сидит лапкой, подергивает, а жрать отказывается. А он просто пытается там, видимо, мозги найти. И такой, где мозги? Где мозги? Почему мозгов нету? Что жрать? И умирает голодный. Вот такая вот добрая дружеская шутка. Ладно, разворачиваем наших бойцов. Пусть стреляют по... Точнее стреляют, во-первых. Потому что у нас обоим уже на исходе. Видите, здесь кончилось у Модкора. Так. Ну, это неплохо. Сколько у нас пришельцев-то уже полегло. Ускоряемся, ждем. Затроллили Модкора, негодяя, говорит Сорк. Троллят, троллят просто. По-черному. Так. Нужно немножко чатик подвинуть. А то что-то смотрю, здесь какая-то... У нас полоска появилась. Левая. О, вот так вот лучше будет. А внаружи он противник. Пришельцы-то кто такой? Кто здесь? А, вот и Поппер наш, старый друг. Мы тебя ждали. Самолет летит, летит. Крылья стерлись. Мы не ждали вас, а вы приперлись. Что-то было опасно. Я смотрю, Поппер бежит, бежит, а в него никто не попадает. И не попадает, и не попадает. И вообще. Вы сможете? Есть. Перекрестный огонь. Застрелили. Таки кто такой, говорите, шторм. Давай, до свидания. Да, до свидания. Прощаемся с пришельцами. Миссия закончена. Все успешно. Теперь самое главное, что у нас было много патронов. И мы их там производим в двух лабораториях. Те обоймы. Сейчас самое главное, нужно зачистить все тарелки. И после этого продать все, что мы там налутаем. Нам нужно после этого подкупить и организации будет. Поппер был из Матрицы. Не знаю, откуда он там. Но патронов мы потратили в этот раз очень много. Видел уже Пеку на ГГ. Я видел тему на СК2ТВ про Пеку на ГГ. А саму Пеку не видел, потому что я сразу же ринулся в чат. А считайте, Пеки нету. Обманули. Что творится? Как так? Ну, в общем, не знаю. Если у вас там есть Пека, поздравляю. Это прекрасно. Чем хороша Пека и вообще вот эти смайлы, которые есть на СК2ТВ? Тем, что они позволяют выразить различные эмоции. А эмоции обычно выражают либо различными высказываниями крепкими. То есть начинаются всякие там мат, оскорбления. Либо если есть возможность смайлов, то смайлы они тем самым вот этот негатив весь в себя, весь абсорбируют. И просто это отлично. Такое классное решение, которое позволяет избавить чья-то от кучи неадекватных различных высказываний. Что делать, если Пеки нету? Не знаю, как жить без Пеки. Нету жизни без Пеки. Объекты прибыли. Это прекрасно. Еще раз возвращаем Хамазулена, который постоянно норовит улизнуть задание и отправится в лазарет. К тем самым неграм-медсестрам. Ну, он же робот, гребаный робот. Ему как бы все равно, кто там негры. Инопланетяне. Сейчас быстренько перевооружим наших агентов. 14 обоим всего лишь осталось, между прочим. Надо экономить. Так. Когда экономия закончится, будем вот эти пушки использовать. Волосатые. Кстати, у нас 24 штуки. Это очень хорошо. Маткор. Кончились патроны. Бери. Хамазулен. Одну волоса тоже все кончилось. Стоял на передовой, стрелял. Всех убивал. Гранатки ему дают. Все выведем. Вайб говорит, прямо как у нас в армии. А вторую базу еще ставить не хочешь? Нет, не хочу. Потому что у меня денег банально нету. Все эти деньги, которые ты видишь, они на вторую базу не пойдут. Они пойдут на подкуп мерзких различных организаций. Нам настолько дорого обходится дипломатия, вы бы знали. Ну, я вам говорил в самом начале этого стрима. Так что в целом вы знаете, как дорого нам обходится дипломатия. Она обходится просто в какие-то совершенно сумасшедшие деньги. Особенно тебе нужно две корпорации нам подкупить будет. Это Кибервеп и Трансцеллар. Потому что цены становятся какие-то конские. 67 тысяч. И 80... Сколько там? 87. Это больше 150 тысяч. 154 тысячи нам нужно бабла. Это раза в два с лишним больше, чем у нас уже есть. Так что... Хорошо, что мы успели вот эти два корабля прикрупить. Фуджитива и Криперуса. Криперуса. Фуджитива и Криперус. Теперь у нас основа нашей боевой мощи воздушной. Ну, а мы тем временем летим на следующую тарелку. Давайте. Отправляемся. Не забываем, что нам еще два здания защищать. А в зданиях обычно гораздо опаснее, чем в тарелках. Так пека наркотик, что ли? Нет, пека не наркотик. Пека — это какой-то такой способ выплеска эмоций, по сути. Спусковой клапан. Для меня вы все люди на одно лицо, говорит Хамазулен. Да вы роботы тоже какие-то все одинаковые. В шапках-ушанках ходите по-русски так. Снегами все ждет, когда станет кораблем папкой. А кораблем мамкой не хочешь стать? Тоже, кстати, лакансии, возможно, будут. Ну, ну ладно. Есть у нас впереди еще много замечательных кораблей. Будет у нас построен реталиатор, аннигилятор. И они очень неплохо реталируют и аннигилируют пришельцев. И на них тоже обязательно кто-нибудь из вас сядет пилотом. Так что все впереди. Оставайтесь в чате и будьте готовы к тому, что когда у нас появятся новые новобранцы, новые машины летающие, то мы обязательно будем кого-нибудь из вас записывать в RedX.com. Косар говорит, правильная дипломатия обходится в цинку патронов на каждую контору, с которой нужно договориться. А, в цинк патронов? Ммм. Ты сам сказал, что кораблем матка меня не представляешь, говорит, снегами. Мало ли что. Есть в мире множество вещей, которые мы не представляем. Ладно, видно будет, что там получится у нас когда и как. А эта тарелка... Та же самая, что ли? Походу, да. У нас все с одной стороны. Давайте вставим им в агрессивный режим. Бег, все дела. Я бы еще присядочку включил. И в присядочку побежали. Сейвушки. Кстати, я совсем забыл перед началом миссии сейв сделать, потому что бывают иногда такие проблемы, что ты хочешь сделать сейв, а не можешь сделать сейв. Пока что как-то так расставим по пути, выберем им точнее позицию. Шутник хочет стать кораблем-дедушкой. Что? Третий отряд добежал. Третий отряд должен подняться сюда. Не знаю как, но они должны это сделать. Они смогут, я в них верю. Первый отряд есть. Так, первый отряд нужно поставить как-то более... Вот так вот. Второй отряд. Второй отряд расставим здесь, здесь и здесь. Побежали. Ставим поближе ко входу, потому что в прошлый раз мы заметили, там очень плохие попадания были. Точность ужасная просто. В этот раз попробуем это исправить. Так, забираетесь вверх. Окей, забрались. Теперь где мы их ставим? Ставим тоже как-нибудь поближе, вот сюда, например. Сюда. И сюда. Когда будет залита последняя серия кролла, на YouTube говорит, фейсген, я про нее забыл, залью, наверное, сегодня. Как закончу все это делать? Сегодня стримить? То залью. Ждите. Проблемы бывают редко, но именно тогда, когда я не засейвился, говорит, снегами. Именно так обычно происходит. Так что прям подтянуло, засейвится еще разок. Не знаю вот с чего, но потянуло просто. Берем ресептор, он же робот, он должен хорошо кидать гранаты. Гранатку выдаем. Что на силу-то? Вон, богатырская. Ресептор заряжает. Готовится бросать. Прицеливается, замахивается, и полетела. Вот. Теперь ждем гостей. Возможно, придется забежать, конечно, внутрь, самим там, посмотреть что-то, почему. Ага. Есть. Убит. Первый пошел, второй пошел. Застрелили. Прямо как по сценарию, заметьте. Дев под обстрелом. Где Дев под обстрелом? Только покажите мне это. Вот Дев под обстрелом. И убегает антропод. Что творит? Охитрец. Занял тактическое укрытие. Опять появился. Ну-ка, 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 прицельтесь получше, зарядите ему прям в тыл. Сколько патронов зря улетело. В кого у нас попал этот патрон? Как раз у Ресептора. У него немножко сбиты щиты, и у Ти-Жей Хлэта сбиты щиты, потому что у него Девастатором запилили. Ну, это ерунда. Ускоряемся. Ждем следующую партию смертников. Подходите. У нас много есть. Таксигана. Ух. Дев реально обстреливают. В кого, в кого в этот раз? В этот раз... Где там третья, что ли, была группа? Да. Третья группа. В этот раз опять попали у нас в Ти-Жей Хлэта. Ну, и Ти-Жей Хлэту все равно, как бы. Еще кого-то обнаружили. Спитер. Спитер. О, и главное, Поппер. Так, с Поппером надо очень осторожно, потому что сейчас они будут с Питера пытаться пристрелить. И, возможно, забудут про Поппера. Нет, не забыли. Не забудем, не простим. Давайте. Стреляйте в Поппера. Есть. Поппер убит. Это прекрасно. Лайв говорит, пришельцы вроде умные ребята, крутые технологии, решили нас атаковать, но при этом никакой тактики. Брут по одному в узкий проход. А может, они дезориентированы, они потеряли связь с командованием, и они сейчас просто в панике бегают такие. Что делать, что делать, с кого стрелять? А, враги, люди, бей их. Выбегают и получают от нас из токсиганов. Уже не хардкор, пишет Бертучо. Боли и унижения нету. Ну, а ты хотел, чтобы боли и унижения были постоянные? Боли и унижения здесь нарастают такими определенными этапами. То есть, вначале все более-менее не страшно. Потом появляются какие-то технологии у пришельцев. Например, те же всякие девастатор-кэноны, которые у вас почти что ваншотают. У вас появляется боли и унижения. Развещайте на этим щитами. А потом у пришельцев появляется пси-контроль. И боли и унижения становятся больше. Они привозят материнский кораблир, сильный флот и так далее. Ну, вы на это все придумываете ответы. И тоже вроде как бы опять настаёт перитет. И вот такими постоянными какими-то волнами нарастают сложности. Ускоримся немножко. Скелетов тут, похоже, нету. Не завезли их в этот раз. Слишком уж костлявые. Более сущных и нажористых антроподов берут. Понятно. Все солдаты противника без сознания или мертвы. Идеальная миссия абсолютно. Скелетовы обиделись и ушли. Ну, скелетовы, скорее всего, находятся где-то вот в этих зданиях. Я думаю, тут мы их встретим обязательно. Пока возвращаемся на базу, опять перефичиваем наши отряды. И после этого отправляемся вот в этот... Нет, сначала на эту тарелку, конечно же. А там, последняя тарелка, это как раз транспорт. Ну, транспорта ровно один выход, это хорошо. Что у нас там? Берём обратно Хамазулена, который опять норовит ускользнуть в медблок. Ах, хитрец. Волосу, патроны, Хамазулену, патроны, моткору, патроны. Что-то патроны качаются. Ой-ой-ой, беда. Давайте возьмём у сапожника, раз он не участвует в боевых действиях. Улица отберём. А вайпу выдадим. Ти-джи-флету выдадим. Ресептору. И вроде всё. Вооружили ещё на одну миссию, а потом что делать вообще не знаю. Патроны кончились. Во-первых, сохранимся на сейв после миссии. На всякий случай, потому что если миссия следующая вначале вылетит, то будет у нас хотя бы сейв. Моткор говорит, я понимаю, что это звук огня, но такое ощущение, что три-четыре девушки на печатных машинках записывают каждое твоё слово. Это было бы неплохо. Можно на базу не возвращаться, а сразу на вторую тарелку полететь ведь. Да, Алекс, но я хочу перевооружить наших бойцов. Я хочу, чтобы у всех были патроны, потом, чтобы в какой-нибудь ответственный момент вдруг не оказалось, что стрелять-то нечем. Ладно. Летим на следующую тарелку зачищать её. Там симпатичные роботы-врачи. Роботы. Я ж не помню, как я их описывал. То ли это были просто негрисянки, то ли роботы-негрисянки. Но мы летим на следующую миссию. Вперёд. Чарж. По-мужски в рукопашную. Да, кстати, у нас же мечи есть. Мы можем в рукопашную убивать пришельцев. Встать рядом со входом. Они такие появляются издверяемые. Лжи к ножикам. Лжи голову с плеч. И отряд продолжает свои приключения. Так, куда мы пойдём? А, тут тоже нужно спуск вниз. Этот спуск внизу мы будем защищать прямо... Прямо где-нибудь у входа рядом. Не будем мудрствовать. Не будем пытаться встать где-то далеко. Будем попера принимать всем отрядом и лицом. Танкуй попера лицом. Будь молодцом. Хорошая идея ведь, правда? Скажу вам честно, у нас все так делают. Так... Сюда. Сюда. И сюда. Нет, ближе, ближе, ближе. Давайте. Кстати, о девушках. Йори Рип. Да, Йори, к сожалению, умерла. Её убили. А, она как раз встретила вместе с кем-то попера. Вот там открылась дверь и выбежал попер в ту же секунду. Взорвал. Обрушился пол. В общем, очень такая печальная смерть была. Жаль, когда бойцы умирают так внезапно. Никогда вот вы-то, например, какую-то ошибку допускаете. Вы знаете, что да, вы протупили. Вы могли бы сыграть лучше. А здесь вот ты просто дверь открываешь, и ничего уже сделать не можешь. Совершенно просто нереально как-то затащить. Это прям стихоп лёд. А то. Вторую команду ближе. Первую команду. Ага. Сюда все. Давайте. Ближе подходите. Развернулись. Развернулись. Готово. Третья команда. Третья команда так и будет стоять через одного. А здесь вот вплотную будут на себя бумероиды, вортекс-мины привлекать. В общем, стараемся развлекаться как можем. Потому что там вортекс-мины это всегда весело. Вортекс-мины снимают как минимум половину щита, наверное. Открой дверь в тарелку всем отрядам. Кстати, тоже вариант. Кто у нас полетит открывать дверь в тарелку? Конечно, волос. Волос давай. Нет, волос не хочет. Волос хочет взять руки граната. Зарядить её, как обычно он это сделает. Одна. Одну 75. Не знаю, почему на одну 75. Просто на одну 75. Кидаем. Они услышали этот взрыв. Явно знают, что кто-то пришёл по их душу. И знают, что нужно срочно выбежать и начать отдаваться. Правильно же все так делают. О, какие звуки. Эти звуки меня немножко пугают. А вдруг к нам прилетел новый кто-то, кого мы до этого не встречали. А это реально возможно. То есть, если здесь какой-то новый пришелец... Вот она. Давайте боль ждём. Вроде как сбиваешь корабль пришельцев, а штурмуешь какую-то конструкцию из красноватых булыжников, говорит Кассарх. На самом деле, это типа такое органическое какое-то сооружение, не сооружение, а органический корабль, стены которого выглядят как что-то красноватое. Это не булыжник, это какой-то органический материал. В кого-то попали. Это, между прочим, волос. Отдыхаем. Газ в проход. Нет, газ на них не действует сильно. Надо было всё-таки станера брать. Персональный вот этот вот девайс, стреляющий оглушающими зарядами. Корабли из красного инопланетного кирпича. У них, конечно, наверное, корабли с Марса прилетают. Точно. Они не из другого измерения, а телепортируются с Марса. Вот андроподы. Давайте убьём андропода. Всё прицеливаются, 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 а он уже второй выстрел делает за это время. Хитрец. Третий выстрел. Нужно кого-то отовести в сторону немножко. Четвёртый выстрел. Сейчас ресофтера-то прибьют. Тут... Нет, в этот раз не ресептера. В этот раз стреляют в молоко. Я про станера третий стрим уже слышу, говорит Алекс. Ну так правильно, естественно, я третий стрим планирую это сделать. Всё время забиваю на это. Ушёл куда-то. Ну-ка вернись. Сколько их там бегает? Вы слышите, вот по звукам можно определить, что их там просто дофига. Мы ждём гостя. Надеемся, что они все выбегут сейчас. И по-быстрому мы закончим миссию наконец-то. Но нет, не хотят. Что-то стесняются. Какие-то стеснительные пришельцы пошли, вы заметили. В первом же XCOM в конце базу пришельцев на Марсе защищали. Защищали, да-да-да, сенегами. Именно так там была Мара на Марсе. Тем временем у ресептора почти восстановили щиты. Ставим его обратно на позицию. Какие звуки классные. Ну же, я не могу кидать гранаты. Здесь взорвётся всё, что есть. Взять, что ли, молок? Волосы, да. Возьмём волосы и проверим, что снизу. Осторожненько подходим вот так вот. Чё там про осторожненько говорил? Второй поппер. Не, ну одного поппера он танкует, я уверен. Сколько мы потеряли. О-о-о-о. Это боль. Вот то, что там лежало, по большей части, уничтожено. Стреляем быстро. Стреляем, господа. На вскидочку. Есть. Смогли. Кстати, щиты-то почти не покоцало. Волос в рубашке родился. Столько взрывов, а он целый. Штамбелли спрашивает. Я-то ещё живой? Да, жив-жив. Или нет? Лол. Хе-хе-хе-хе. А когда ты был жив последний раз? Напомни, пожалуйста. На предыдущем стриме, если ты был жив, то да, жив. Волос крепкий и выносливый. Так, точно. Молодец. Герой. Медаль получишь. Возможно, посмертно, но не в этот раз. И тишина, как бы. Там кто-то ещё был, я помню. Там был вот этот вот пришельц-энтропод. Вот он продолжает стрелять в нас. Своим энтропиланчером. Засуться этот энтропиланчер в рот или куда там ты можешь засунуть. Поглужи. И съешь его. Да, если перешёл на православный пошаговый режим. Да, конечно. Вот здесь вот в пошаговом режиме есть регулятор скорости пошаговости. Пошаговость медленная. Пошаговость нормальная. Пошаговость быстрая. Серьёзно? Кто там хрюкает? Там кто-то хрюкает. Да выходите, не бойтесь. Я вас всех угощу. У нас есть печеньки. Много их. Решельцы, правда, этого не слышат. Возможно, они просто не понимают нашу речь. Но, с другой стороны, как-то они всё-таки пытаются наша организация различной приманить на свою сторону. Значит, понимают всё это. Привет, Дарк Макс. Да, давненько не было у меня стримов. Клонилку. Нет, не включали. Сейчас мы продолжаем защищать тарелки, которые остались с прошлого стрима. А прошлый стрим был более двух недель назад. То есть уже давно довольно-таки. Тишина, никого нету. Придётся опять волосу отправляться на эту миссию опасную вниз. Так. Давай, стреляй. Первый убил. Качаем волоса. Сейчас докачаем, чувствую. Ой, докачаем. Зато выманили. Ага, промахнулся. Смотрите, я присел. Вот это просто трюк. Вот это просто супер. На нас кидается на голову вот этот вот маленький брейнсакер. И в этот момент волос приседает. Красава. Просто затащил на микро. Ещё один. Стоп, стоп, стоп. А вот с этим брейнсакер-подом мы можем разобраться гораздо проще. Он упал под ногами. Раз он под ногами, мы можем просто взять его куда-нибудь, не знаю, в руку. Держи крепче. Есть. Давайте надеяться, что это всё. Скажите мне, что это всё. Нет, это не всё. Там есть кто-то ещё. В Аркануме-то были режим пошаговый, быстрый пошаговый, говорит Косарх. А, это всё про пошаговый. Пусти меня посмотреть, что в тарелке. Я любопытный, говорит Вайп. Вайп у нас ветеран. Я не хочу Вайп просто так пускать на мясо. Где у нас, кстати, Вайп? Косарх держит в руках пришельца. Сами. Лапами сжал. Так, проходим потихонечку вперёд. Ну, плевать, что Вайп ветеран. Плевать, что он 24 миссии служит уже. Плевать, что он прокачан фиг знает как. Пусть в одиночку здесь зачищает тарелку. Как вам такая идея? Нет, что-то я... Шучу, конечно, шучу. Шучу. Уходим отсюда. Берём, спускаем всех сейчас вниз. Первый отряд сюда. Второй отряд сюда. Третий отряд сюда. Поехали. Как-то третий отряд не очень правильно встаёт. Второй разворот. Третий как-то, не знаю, ну, кучнее, что ли. Там явно ходят какие-то то ли скелетоиды, то ли ещё кто-то. Вот я это с щёлкой не слышал. Добиваясь всех, говорит Косарх, это хэткраб отвратительный. Я обрезгую так долго держать его в руках. Это не хэткраб. Он в оболочке, в подарочной сувенирной упаковочке такой находится. Вот, видишь, можно взять, бантиком перевязать и подолить любимой девушке. Почему бы нет? Хорошая же идея. Дорогая, я хочу подарить тебе... Брейнсакера. Всё равно мозга нету и сосать нечего. Брейнсакер безопасен. Это как Ламар из Half-Life 2, помните? Ламар такой ручной, хэткраб был. Да-да-да, именно. Волос тоже Ламара вспоминает. Ближе, ребята, ближе, а то вортекс мины не заденет. Именно так. Ну, надо, наверное, вперёд идти. Потому что я сейчас что-то никого тут не вижу. Ну, только звуки слышу какие-то такие. Эх, кто-то рванул. Берём весь первый отряд сюда. Второй отряд. Сюда. Третий отряд. Как бы развернуть его, что ли, нет? Ну, ладно, как есть. Ставим у прохода с разных сторон. Лучше даже сзади. Развернитесь. Ох, даже развернуться не могут. Так. Стоим, ждём, кто спустится. И тишина, никого нету. Засывиться-то как хочется. Ладно, берём волоса. Но волос у нас сегодня герой. А герой должен геройствовать. Такая-то автология. Он просто поднимается, смотрит, что здесь. Ничего не видит вообще. Слышит какие-то звуки. Откуда эти звуки? Значит, первый отряд весь поднимается сюда. Второй отряд тоже. Давайте пятый. Нет, четвёртый этаж. Сюда. Третий. Третий вместе с ними. Волос говорит, я прям представил трёх поперов, слушающих музыку лихта. И... Стоим неловким молчанием. Чё-чё-чё? С каким неловким молчанием? Звуки, ой, простите. То есть и кефир не свежий. Маткор. Тут не кефир. Тут скорее... Скорее какие-то желудочные соки, которые выделяют разные черви, и которыми они плюются. А, вот он, друг наш. Именно из-за тебя... Кто его видит? Встаньте так. Встаньте так. Встаньте так. Давайте. Офигеть, сколько их тут. Вы только гляньте. Все стоят такие, чё-то. Ну же. Попадание. Давайте. Есть первый убит. Так. Первый отряд стоит так. Третий отряд стоит нормально. Вообще нормально просто. Второй отряд. Второй отряд куда-то сюда надо поставить. Косые ребята, давайте. Попробуйте, попадите в анам. По нашим супер-мега-щитам. Они уже паникуют. Да вы же безмозглые. У вас мозгов нет. Как вы можете паниковать? Это просто как расстрел. К стенке. На расстрел давайте. Да. На этом всё. Скорее всего, мы всех убили. Угу. Именно так и есть. Привет, Кобальт. А есть токсины против культа Сириуса? Нет, Хиз Шадоу. Токсины против культа Сириуса нет специального. Там просто обычные патроны помогают хорошо. Теперь у нас, кстати, проблемы с патронами будут. Ух, там полиция кого-то уничтожает, между прочим. Хорошо, что-то нас пушки выкрали. А то иначе бы. Что такое ещё за машина? Велосипед Blazer Turbo Diablo. Ну, полиция убивает Diablo. Правильно. У нас с Diablo как раз очень плохие отношения. Уничтожаем всех пришельцев. Они нам нафиг не нужны. Прибыли объекта. Объекты прибыли — это хорошо, с одной стороны. С другой стороны, нам нужно ещё две миссии провести. Эти две миссии, они будут нелёгкими, потому что у нас кончаются патроны. Упс. Реально кончаются. Вообще кончились. Что же мы будем делать с этим? Я думаю, можно брать меньше бойцов на миссию. А кому-то выдать станнеры просто. Волос. Волос. Волос у нас молодец. Неа. Волос у станнеры. И раз. Маткор у станнеры. Хе-хе-хе-хе. Знаешь, почему станнеры, маткор? Потому что ты не умеешь нормально стрелять. У тебя меткость низкая. Косарх у патроны. Дев у патроны. А они не нужны. Вайп у патроны, конечно же. Сижеф лэта патроны. Ну что, станнеров больше нету. Молоку тоже что-то нужно выдать. Даже не знаю, что. Молока патронов нету вовсе. Станнеров тоже у нас не имеется. Волос, говорит, у меня вроде меч был. Да, точно. Сейчас выдадим молоку в меч. И вперед. Волосатую пушку. Для полной волосатости. Угу. Можно, можно. Фуджитер, говорит, я разобью корабль. Ты со мной не поздоровался. Эй. Привет, Фуджитер. Только корабль не бей, давай. Собственность-то дорого стоит. Даже дело не в том, что корабль разобьешь. Мы тебя не накажем. А, конечно же, посадим куда-нибудь вместе с пришельцами в одну камеру. Будешь же знать, как поразить имущество. Но корабль-то дорогой. Ладно, молока пушкам. У Тижеф лэта. Вот этого молока вместе с стальными станнерами в одну тиму возьмем. Вот. И все, собственно. Как-то так. Единственное, что нужно взять нам... Кого? Волоса. Волосы, кстати, потихонечку качаются. У него уже семеро убитых. Ему нужно гранатку выдать. Так всегда, говорит Маткур. Волос лез на передовую. Герои стрелатут. Даже пушку не дали. Дали. Тебя целых две пушки дал. Две пушки, согласись, это лучше, чем одна. Потому что из двух пушек можно стрелять вдвое веселее. И вдвое бодрее. Сохраняемся. Волоса только один щит за пазухой. Как это? Что, уничтожили у него один щит? Где он там был? Слушайте, один щит уничтожили. Реально. Ну да, мы же его в самое пекло отправили. Там всякие поперы взрывались. Так, одну миссию мы, конечно, еще сдержим. А вот вторую вот здесь будет очень тяжело. У нас, кстати, там как производство идет. Давайте глянем. Производство, производство, производство. Такси-ружье, таксин-Б. Производим до конца, такси-ружье больше не надо. И после этого таксин-Б тоже производим побольше. У нас таксин очень не хватает. Что там за видео Ти-Волкер нам линкует? Так. Что у нас? Космодесантник упал на девушку. Ну, бывает. Космодесантники, они... Не знаю, на кого надо падать. Посмотри потом, только не забудь, говорит Ти-Волкер. Окей. Оставлю его в открытой вкладке. Что тут еще писали? Граната похожа на кучу навоза. Граната вообще похожа непонятно на что. Самое главное, у нас можно будет продать кучу всяких артефактов. Давайте посмотрим, что у нас есть. А, вот эти артефакты не исследованы, пока что еще. Расщепляющие щиты по 5700. Одни щиты на 103 тысячи весят денег. Неплохо, да, согласитесь? Вот эти артефакты не изучены. Мы их изучать, наверное, в ближайшее время не будем. Ну, их нафиг. Бумероиды продаются на 21 тысячу. Вообще, можно закупиться еще бумероидами. Неплохо. Упрустошающие ружьи 27 штук. На 121 тысячу. Тоже not bad, скажу я вам. Расщепляющие ружьи все проданы. Это правильно, они нам не нужны. Кстати, что мы там исследуем? Давайте глянем, потому что с исследованием тоже есть некоторые загвоздки. Биохимия нет проектов. Легкое расщепляющее оружие. Правильно, артефакт какой? Артефакт нет. Не надо артефакт исследовать. Давайте забьем на артефакт. Пока что переключимся на систему управления НЛО. И нам нужно как можно быстрее все-таки исследовать НЛО для того, чтобы построить новые корабли, построить новую базу. В общем, сфокусируемся на том, что будет гораздо более продуктивно сейчас. Я хотел больше артефактов на продажу сделать, с одной стороны. Но, с другой стороны, можно и без этого обойтись. Потому что денег, как видите, из тех артефактов, что есть, вполне не хватает, чтобы как минимум откупиться от тех, кто нас хочет обанкротить. Вот смотри потом. Да, это я видел. Ну, разве можно один щит уничтожить, а не все сразу, говорит Флахер. Небось, толкнул дорогое снаряжение на сторону. Это точно. Надо насчет волоса присмотреться к нему. Вдруг он ненадзежный. Вдруг он продает направо и налево наши персональные щиты. Они же, вон, видите, там по пять штук баксов стоят. А пять штук баксов просто так нахалявить на миссию. Кто же не хочет? Поехали. Ставим реалтайм. Сейчас мы будем распределять наших бойцов. Нет, сюда. 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 У нас есть команда, которая будет заниматься тем, что творить непотребства разные. Такой назовем команда непотребств. Это команда, которая будет штурмовая, и это вторая штурмовая команда. Два штурмовых отряда и отряд бешеного, совершенно безумного трэша. Что со стайнерами творит что-то действительно полезное и очень сложно. Радиус действия у них маленький, сила у воина никакой. Быстренько ставим на скорую стрельбу. На точную стрельбу, конечно же. Присядочку там, все дела. А этим? А этим оставим по скорострельни что-нибудь. Сеймимся. Сеймимся. Зарплата ведь для всех одна, говорит, волос, а рискуем по-разному. Ну вот и оправдания пошли. Теперь мы точно знаем, что волос действительно взял из-за... И забрал себе часть оборудования. Так, пойдем все вместе, наверное. Все-таки как-то не хочется разделяться в такой ситуации. Второй отряд у нас уже бежит вперед. А тут кто-то есть. Это первый отряд. Откуда стреляли? Ну-ка покажитесь. Ладно, побежим сюда пока что. Хочется понять, что у нас сверху. Что там сверху, скорее всего, попер как... Так, тихо. Тебе остановиться. Тебе... Сюда. Тебя сюда. Третий отряд прикрывает. Первый отряд выстраиваем как-нибудь так вот. В линию. Чтобы, если что, они могли бы хоть как-то... Кстати говоря, агрессивный режим надо на осторожнее переключить, когда мы в таких закрытых пространствах находимся. Они за разными препятствиями прячутся сами вполне неплохо. Тут на открытых пространствах, типа там какой-то городской лужайки, где разбилась ледающая тарелка, там все еще нормально. Вполне можно поставить им режим агрессивный, чтобы они не толпились, не пытались что-то сделать ненужное совершенно, типа оббежать одного из своих товарищей и сесть где-нибудь за спиной у него. Маткор говорит, кстати, про космодесант и порчу корабля. Вспомнил сериал про арахнидов, космодесант называется. Там была серия, как робот спас целый отряд пожертвов с собой, и в конце была классная фраза. Нам больше не присылали на подмогу киборгов, ведь что сейчас, что тысячу лет назад, жизнь человека была куда дешевле боевой техники. Как хитро. Но на самом деле так и есть. Объект под обстрелом, ресептор. Как так? Я что-то не вижу никого, откуда стреляют? Покажите. Привет, мой друг. Я же говорил, что здесь будет поппер. Есть. Каким-то метким выстрелом просто чудом убили. Кто там находился? Это вайб. Вайб? Молодец. Молодчинка взял, снял поппера. С другой стороны, сейчас попперы нам не так страшны, когда у нас есть щиты. Понятно все. Все ясно, ясно, как говорится, понятно. Берем первый отряд и везем сюда. Там кто-то есть, но зайти сюда можно только обойдя это все. Вот он там, хитрец. Сейчас зайдем ему куда-нибудь в тыл. Кто у нас из этого отряда побежит вперед? Ну, явно не дев. Явно не казарх, явно не вайб. Это как раз отряд у нас ветеранский такой. Подобрался весь. Ладно, пойдемте наверх. Здесь будет второй поппер. Тут будет номер. Ага! Не поппер, так какой-нибудь скелетует. Третий отряд стреляет тоже. Давайте. Второму отряду надо выключить стрельбу. А этим подойти ближе и просто расстрелять его. Ты что такое? Ты что такое? Я такого не встречал раньше. Ну, всегда бывает, конечно, что с чем-то в первый раз встречаешься, но... Так, ладно, заходим сюда. Заходим сюда. Выключить, выключить стрельбу, давайте. А-а-а! Это, видимо, раскрывавшийся был вот этот вот брейнсакер-под. Ясно. Ночью. Быстрее давай его обрабатывай. Сможешь. Ты тоже. Еще один раскрывается брейнсакер-под. Так, тебя оставим поближе. Отряд весь, первый отряд должен стрелять чуть-чуть поточнее, потому что расстояние здесь еще некоторое есть. Бока щиты держат. Убили. Ладно, переключаемся на быструю стрельбу. Ой, на быструю точную, конечно же, стрельбу имею в виду. Этот не стреляет ни в кого. Давайте его застаньте, что вы творите. Ой, пришельцев сколько? Ой, беда. Есть одного убили. Из этих антроподов это хорошо. Зажимаем. Стрельбу быструю всем. Давайте расстрелять. И опять точно. Микрим потихонечку. Такое дежавю почувствовал, когда в этом доме Поппер увидел, пишет Алекс. Алекс. Да, именно в этом доме Поппер уже неоднократно к нам пытался как-то так притесаться, что ли. У Эмодиума это закончилось смертью. Вот здесь вот на втором... Не, на третьем этаже. Вот здесь, я помню, Эмодиум поднялся вместе с остальными и взорвался где-то в этих коридорах. А проделать дверь из плазменной пушки больше нельзя? Можно, можно. Из любой почти что пушки. Здесь стены, они какие-то такие картонные. Возможно, они из картониума делаются как раз. Хорошо, в камзулены не попадают. Это и то радует. Да давайте застаньте его! Что же вы творите-то? Тем временем, еще один виден пришелец. Не застанили, убить пришлось. Скелет этот был бешеным, пришлось его пристрелить. Убили. Нормально. Этого стреляйте. Что так тяжело, что вы одного пристрелить? Давайте, вы сможете, я верю в вас. Мы же элитные солдаты человечества. Ветераны. Ничего подобного. Ни вайп, ни дев. Косарх нам вообще что творит? Косарх, ты где? Косарх, развернись. Косарх, развернись. Это лол реально, вот. Еле-еле забили его. Второго не убивай. Нет, я второго убью, потому что он сверху находится. И он стреляет в нас. Это очень опасно. Как верно подсказывают, перед станом надо щиты сбить. Стан щитами блочится. Если блочится щитами, то я протормозил очень серьезно. Ладно. Ждем, когда восстановятся щиты. У волоса что со щитами? Опять что ли щит продал? Нет, пока что не продал щит. Но я думаю, после миссии обязательно его продаст. Это у него бизнес такой. Каждая миссия. С нее нужно взять по щиту, своровать. Сообщите, недостаточие. Получите на складу новый. Все вроде как бы так официально. У Дефа что со щитами? А вот у Дефа реально щита не хватает. Сейчас подберем где-нибудь. Да, вот пожалуйста, новый щит Дефу. Так, окей. Что делает первый отряд? Первый отряд должен кого-то из тех пришельцев, которые здесь где-то заныкались искать. Второй отряд должен подниматься вверх. Давайте на третий этаж все же поднимемся. Ну не на третий, но на второй на самом деле. Здесь разница небольшая. Давайте пройдем вперед. Волус понял, что ты его запалил. Сейчас на дно залегает. На лайп. Чувствую, что он такой хитрый. Заходим. Ну куда? Ну куда? Ну куда? Кто тут? CG Flat. Эх, куда он трется? Вернись. Во. Во. Здесь мы видели пришельца. Точно помню, такое было. Второй отряд разворачивается. Смотрит. Тут, кстати, все разворочено от выстрелов. Разворочено, разворачивается. Что-то происходит. Ладно, цевиться не будем. И сбегаем вперед. Смотрим, что здесь. А здесь какой попер появляется. С хмылочкой взрывается. Нет, не взрывается и не появляется. Странно. Пусто. Ладно. Первый отряд должен сейчас подойти, наверное, сюда. Подняться на верхний этаж и посмотреть, куда уделился пришелец. Потому что пришелец куда-то убежал однозначно. Может, он, конечно, выбежал двор сюда куда-то. А может, и нет. У нас еще два дома здесь, которые мы не обследовали. Ну, третий отряд поднимает, что-то как-то очень опасно. Ладно, давайте сюда ставим третий отряд. Второй отряд сюда. Первый. Поднимается вверх. Нет, не просто поднимается. Сначала подойдет к вот этому вот подъемнику. Потому что просто так подниматься очень опасно может быть. Вдруг там кто-то сверху смотрит на нас. И... И что-то никого тут нету. Ай-яй-яй. Ладно, первый отряд будет продвигаться. Сейчас. Нет. Второй, конечно же. Продвигаться сюда. Это так его нужно поставить. Ну, наверное, так, чтобы дверь была при этом приоткрыта. Этих сзади пока что держим. А первый отряд... Пусть просто стоит в разные стороны развернутый. И ждет. Вдруг здесь какой-то пришелец замыкался. Если он появится, мы его тут же спалим. В коридоре пусто. Фигово. Ладно. Ты сюда. Ты сюда. Ты сюда. Второй отряд пробирается вперед. А здесь у нас спуска нету, да? Получается, нету. Чем-то это напоминает проблему последнего пришельца. Ищешь их, бегаешь по заголокам. К счастью, здесь, конечно, такого нету. В этой части, в третьем апокалипсисе. Пришельцы, они не прячутся в каких-то углах. У них интеллект более какой-то такой, ну что ли, агрессивный. Третий отряд. Сейчас будем спускаться и выходить из здания снизу. Через парадную дверь вот отсюда. Все выбежим сразу же. Какого-нибудь увидим? Ну, может, и не увидим. Всякое бывает. Да, слава ростовских музылен. Хорошо, очень интересная игра. Если кто-то не видел, на ютюбе есть вот по игре Papers, Please. И слава ростовски, это именно оттуда. Она, кстати, на гринлайте таки получила зеленый свет. Ее в очередной волне добавила Valve в список, собственно, игр, которые на стиме теперь есть официально. Что-то там они мнутся. Никак наши бойцы не могут пройти. Какая-то женщина бегает вообще. Что происходит? Кто все эти люди? Что они тут делают? Третий отряд спускается на первый этаж. Может быть, это довольно опрометчиво. Но второй отряд тоже никого здесь не видит. Возвращаемся. Все на первый этаж давайте. Всем срочно нужно спуститься. Мы ускоряем время, чтобы можно было быстрее увидеть, как они сюда дойдут. Привет, давно не было. Да, Фокс, больше двух недель не было. Апокалипсис, около двух недель не было вообще стримов. Ну, занят я временами. Как-то вот так вот бывает. Пропадаю куда-нибудь. Но ничего, я вернулся. И все как прежде. Вот здесь где-то подъем этот меня немножко смущает. Возможно, здесь много пришельцев будет. Делать нечего. Берем первый отряд, выбегаем. С криками ЧААААААААААААААААААААААААААААААuu Прямо вот с такими криками, когда чарш, она как-то затухает потихонечку. Поппер. Поппер способней показался пароходе. Ставим ещё одного бойца сюда. Одного сюда. Есть. Экономненько так патроны зарасходовали. Возможно, это последний. Будем надеяться на это. Чё, нет? Нет, не последний. Ну ладно, как знаете. Я так надеялся на это. Где бы здесь обойти, чтобы войти вот в это здание? Вот здесь у нас двери, это или нет? Что вообще такое? А двери, похоже, здесь где-то. Сейчас первый отряд нужно сюда отправлять. Отправим третий отряд вместе с ними. А второй отряд ветеранов отправим в одиночку. Конечно же, ветераны без поддержки сами справятся со всеми проблемами. Это же ветераны. Да, я слышал про игру Ксенонавты. Шутник. Современный XCOM 3 Апокалипсис. Нет, Ксенонавты это не XCOM Апокалипсис. Скорее, а современный 1 XCOM, наверное. Всё у меня тянет сохраниться. Это привычка, которая у меня появилась после Проклятых Земель. Потому что в Проклятых Землях постоянно приходилось сейвиться. Потому что там если не сейвиться, ну очень сложно играется. И с тех пор я настолько привык к тому, что надо сейвиться. Так, а кто тут ещё был сбоку? Я считаю, что я кого-то видел. Мне показалось, наверное. Сейчас, может, не стоит заходить, а? Сейчас давайте осторожней. Да, кстати, тут можно стрелять из Девастатора вполне безнаказанно. Так. Их стало больше. А раз их стало больше, мы начинаем стрелять быстрее. Ускоряемся тоже. Смотрим внимательно за тем, что происходит здесь. Слушайте, свои стреляют, что ли, в спину? Я не понял, что такое. Провали. Этих убили. Хорошо. А, нет. Всё, уже на этом закончена миссия. Наконец-то мы добили последних пришельцев. Уф, успех. На стрим Проклятые Земли будут обязательно когда-нибудь, конечно. Безусловно, потому что игрушка у меня столько впечатлений оставила в своё время. А я очень люблю стримить именно те игры, которые впечатление оставляют. Те, которые создают вот эмоции, воспоминания и прочее. Не всегда, кстати, может быть даже очень приятные воспоминания, но воспоминания крайне яркие. Спишь по ночам плохо? Ммм, Маткор. Да, я уже неоднократно слышал. Снегами постоянно рассказывают, как он засыпает под стримы. Евросипед Блэйзер Турбо разрушен машиной полиции. Правильно. Так их. Мочи подонков. Привет, Андрухан. Смотрим, что у нас тут в камерах. Лим Планцян. Скелетоиды мёртвые у нас, к сожалению. Мы так и не захватили живого. Всё очень сложно. Сейчас будет гораздо сложнее, на самом деле, проблема. Потому что нужно мало того, что нам на следующую миссию отправиться, нужно вооружить наших солдат, а вооружать их ничем совершенно. Этих девятерых нужно сейчас будет, видимо, вооружать колоссатыми пушками и прочей фигней. Вчисле очень сложной будет, а потому что у нас патронов нет. Вот, я сжаду именно поэтому. Сколько ещё рассчитываешь проходить апокалипсис, спрашивает Эмодиума. А то создается такое впечатление, что последние пару стримов ты на одном месте топчешься. Ну как же ты на одном месте-то? Как же на одном месте? Щиты персональные появились. Это просто прорыв в прорывах. Это где-то переломный момент, можно так назвать его. А проходить где-то, наверное, ещё столько же, сколько проходило, если не больше буду. Потому что нам нужно изучить новые технологии, построить новые корабли. Нам нужно открыть измерения пришельцев. Ну, в общем, есть тут нам чем заняться. Но, с другой стороны, сейчас посмотрим на графики. У нас уже неделя четвёртая. Всего можно игру пройти, наверное, неделю за 9-10 вполне. Но, не знаю, получится у нас или нет. Видно будет. Электросабли доставай и шомпл от ружья. Да, в рукопашку штыками это круто. Сосчитаем, можно и на культистов ходить. Конечно, Алекс, ты прав. На культистов мы, наверное, пойдём, потому что нам деньги нужны. Ой, как нужны деньги. Я надеюсь, что у них будут псиклоны. Хотя вот проблема культистов, что с них особенно-то заработка сейчас вот на данном этапе игры довольно мало. Потому что больше заработок мы получаем, зачищая одну единственную тарелку, получая с неё кушать вот этих волосатых девастатор-кэнонов. Куча разных там, не знаю, помероидов и так далее, и так далее, и так далее. Разного вот этого барахла, который продаётся просто на ура. Сколько четыре эти недели игровых, нет с реальных недель. Больше месяца. Да, у нас же XCOM апокалипсис затянулся. Но это, по большей части, из-за того, что я играю в него как-то так вот по одной игре в неделю в основном получается. Не очень быстро. Добрый вечер, Эджент Гоблин. Так, что у нас ещё было? А мне приходилось танки покупать, чтобы продвинутые корабли на планетян валить Гритхи Шаду. Леталки не справлялись. Продвинутые корабли действительно нужно валить продвинутыми кораблями. Именно поэтому я сейчас изменил направление наших исследований. И я начал исследовать одну из компонентов НЛО, где там у нас исследования-то были. Вот она, квантовая физика. И система управления НЛО исследует для того, чтобы исследовать после этого новый тип НЛОшки. Ух, свой собственный корабль. Исследовать после этого инженерную мастерскую. Построить новую базу с этой инженерной мастерской. Тем временем исследуется следующий тип корабля. Ну и так далее, и так далее. И, соответственно, мы сможем построить новые, в общем, классные летательные штуки. Да, Алекс, ты прав. Нужно чаще выиграть. Нужно чаще это проходить. Привет, Дгин, Джин. Слушай, я реально уже путаюсь. Меня тут то троллят на тему того, как ты должен... Как я должен твой ник произносить. То я уже сам забываю, как это нужно правильно делать. Так, ладно. Девять рано борту. Самое главное, нужно всех их вооружить. А чтобы их всех вооружить, у нас патронов сейчас не будет. Потому что за это время, пока мы там летали... Вот тут всё. Так, ресептор. Тиджи флет. Вот вайпу нужно обязательно дать. Дефу. В косарах есть. Маткор уже вооружён всякий потвой. Хамузлен тоже. Ну, вроде так. Вот по одному-единственному заряду и хватит, собственно. А потом полетим в культ Сириоса. Будем их волосатыми пушками аннигилировать. Я надеюсь, они там без щитов. Дефу, кстати, нужно патроны дать. Вместо кого? Ресептор, да. Ресепторы забираем. Даем пушку. А деву патроны выдаём. Смотрим, всё ли у нас со щитами хорошо. Больше волосатых пух, говорит Экскоммер. Экскоммер. Да, волосатые пушки, они, конечно, прикольные. Единственная проблема, они щиты пробивают легко. Не пробивают вообще. То есть они их сбивать должны. А щиты при этом уничтожаются. Ну, это вот фигово. Да, Ась, я ещё жив. Жив ли ты? Нет, ты не жив. Тут, по крайней мере, в рядах не наблюдаешься. А значит, мёртв. Фужитив. Фужитив у нас вроде всё ещё летает. Да, Фужитив вот в строю. Нет, пикарда была. А вот Фужитив. Фужитив такой просто бравый вояка. Да, огромные летающие посудения. Тебе бы щиты поставить сюда. Это было бы классно. Но щиты пока что мы не можем поставить. Пока я сделаю перерыв на полминутки. Я через полминутки вернусь. И мы полетим на следующую миссию. Ждите. Я через полминутки вернусь. Я через полминутки вернусь. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok